Раньше посещение стоматолога для Нины Синяковой было едва ли не роскошью. Лечить зубы она могла раз в полгода. Теперь, когда у пенсионерки есть новая социальная карта, ходить в клинику можно чаще. Вот и сегодня пациентка спешит на приём. В данный момент мне посмотрели, нашли, что надо заменить пломбу. А всё-таки скидочка немалая, и это меня устраивает. Без карты, идеи создания которой принадлежит партии «Единая Россия», за эту процедуру пенсионерка заплатила бы значительную сумму. Скидка существенно снижает цену. Пока воспользоваться социальной картой можно только в одной стоматологической клинике города – Академии М на Безыменского, 26А. Здесь владельцам карты предоставляют скидку до 20% на все процедуры. Теперь в клинику смело шагают и пенсионеры, и малообеспеченные. И мы всегда выступаем с поддержкой из малышленных слоев населения. И нам показалось, что проект, который «Единая Россия» задумала, очень актуален и очень полезен в данный момент времени. Я думаю, что пациентов будет ещё больше, потому что стоматологические клиники все достаточно дорогие. А с учётом скидки, скидочки неплохие от 10 до 20%. Я считаю, что это очень даже хорошо. Свою социальную карту Нина Синякова использует не только, чтобы вылечить зубы. Скидки действуют и в торговых точках города. В аптеках «Медилон Формимекс», в магазинах бытовой химии «Майдадыр» и садовой техники «Техас», в «Росгосстрахе» и «Промсвязьбанке». Спасибо «Единая Россия». Здесь есть помощь всей семье. Кроме пенсионеров, получить новую социальную карту могут инвалиды, многодетные семьи, ветераны войны и труда, чернобыльцы и участники боевых действий. Социальная карта будет действовать минимум до конца 2014 года. Екатерина Дронова, Иван Людков, 6 канал.